Вітаю, друзья! Вы на фабрике новин. Меня зовут Евгения Кутнова. Мисс Піврозуминых сьогодні. Військовый эксперт, капитан запасу армии обороны Израилю. Это письмен Григорий Тамар. Григорий, рада вітати вас в нашем эфире. Здравствуйте! Очень рад вас видеть. Григорий, давайте начнем нашу сегодняшнюю обеседу вот с такой вот новости. Российский разведывательный корабль «Иван Курс» был атакован по акватории Черного моря тремя разведывателями, тремя дронами. В то же время оккупанты на несколько часов закрыли Крымский мост и говорят о том, что якобы там проходят учения. Скажите, пожалуйста, можем ли мы говорить о том, что цель дронов теперь и корабли Черноморского флота? Ну, во-первых, это не впервые происходит за этот военный конфликт. Мы наблюдали подобные события и раньше. Просто не всегда корабли находились на рейде в той ситуации. Находились в гаванях, но такие события происходили. Послушайте, ваши вооруженные силы все время ищут возможности несимметричных ответов. Потому что в ряде позиций по вооружению и оснащению ваши вооруженные силы до сих пор уступают российской армии, несмотря на военную помощь. Например, это касается ракетного вооружения, это касается военно-морского флота. Соответственно, ваши военные ищут то, что называется несимметричный ответ. Вот классическим примером несимметричного ответа является подобная атака боевого корабля дронами, например. Либо когда вы наносили ракетное поражение, вернее огневое поражение по аэродромам противника на глубине его территории, для того, чтобы сорвать попытки атаки ваших инфраструктур и мирных городов. Я имею в виду НКС. Вот это различные формы несимметричных ответов. И в данном случае вообще вам удалось добиться больших успехов на этом поприще и повреждениям в своем крымском поста, хотя до сих пор ни одна из сторон официальных не взяла ответственность за этот атак. В общем-то, это тоже было очень эффективное действие. Понятно, что он не сам собой загорел. Григорий, в последнее время атаки на Крым участились, скажу так. Такие мы видим и аэродромы военные, и по полигонам. Вот скажите, пожалуйста, вот исходя из той картины, которую мы видим на сегодняшний день, можем ли мы говорить о том, что таких случаев будет становиться все только больше? Давайте немножечко в терминологии скорректируем наши позиции. Мы сейчас не видим с вами атаки на Крым или атаки на Некрым, или атаки там, или атаки сям. Мы с вами являемся свидетелями наступательной операции украинских войск для разгрома армии противника и деоккупации захваченных земель. Как я сказал несколькими минутами ранее, ваши вооруженные силы и командование ищут возможности несимметричных решений, несимметричных ответов. И вот это вот использование различных средств поражения, диверсионно-разведывательных групп, это в каком-то смысле заменяет, вот допустим, то длительное огневое воздействие с помощью военно-воздушных сил, которые американцы применяли во время второй ракской кампании, прежде чем вторгнулись на территорию Ра. У них были подавляющие превосходства огневых сил и средств, у вас этого превосходства нет. Вы используете другие методы для того, чтобы дезорганизовать работу тыла российской армии, нарушить логистические цепочки, нарушить коммуникацию и связь, деморализовать моральный дух оппационных войск и так далее. То, что мы с вами видим, это не какие-то там куда-то полетели дроны, что-то там разбудили. Это мы видим с вами предварительную фазу вашего наступления. То есть мы уже в этом наступлении находимся. Просто вот мы это поймем позднее, через неделю, через месяц, когда ваше командование сочтет, что созрела установка. Григорий, я хотела также с вами поговорить о последнем интервью Евгения Пригожина. Он сделал очень таких много важных заявлений. Одно из них, он сказал о том, что он поставил выше украинскую армию над российской, а также цели спецопераций, объявленной Путиным в Украине, он сказал о том, что они провалились. Значит ли это, что он в принципе поставил под сомнение войду в Украину решение Путина? Вы знаете, вот любая цивилизация, любое государство, любой народ, они развиваются в какой-то своей парадигме ценациональных архетипов. Вот в российской парадигме вот такой национального российского архетипа есть такая вот роль юродивого. Вот что не может сказать там боярин, ему за это голову отрубят, то может позволить себе сказать юродивый. И в данной ситуации вот таким юродивым, вольно или невольно, стал, может быть, отчасти Пригожин, потому что он раз за разом позволяет себе говорить, по сути, правдивые вещи, безотносительно сейчас к тому, что побуждает его к этим действиям. Но это не первый раз, когда он позволяет себе высказывания, отражающие реальность, ну, до известной степени. Не говорить, что мы военные преступники, фашисты, живодеры, нас всех нужно судить. Таких слов не произносит. Но в любом случае, как бы элемент правды в его словах не первый раз он звучит. Ну, любому военному специалисту видно, что, ну, хотя бы по результату действий, что профессионализм украинских военных стоит выше, чем профессионализм российских. Если бы это было не так, то российское командование сидело бы сейчас в Киеве, во Львове, оно там не сидит. Вот, поэтому, да, Пригожин говорит какие-то вещи, которые отвечают действительности. Ну, берет на себя вот эти функции юродивого, да, с которого, в общем-то, и спрос не вели. И сказал бы такие вещи, может быть, какой-то официальный чиновник там или Герасимов, его бы там расстреляли или сослали бы в Сибирь по старой доброй русской традиции. Я, кстати, родом из Сибири, ничего, и там люди живут. Так, боярин, который молчит, это Герасимов или все же Путин? Ну, Путин не боярин, Путин у нас царь-батюшка. Я все жду того момента, когда кто-нибудь крикнет из толпы, а царь-то не настоящий. Все ждут. Григорий, также Пригожин говорит о том, что если, собственно, Бахмут будет сдан, и в случае этого он там чуть ли не грозится революцией, и говорит, что Вагдар в таком случае пойдет по министерному к генеральному штабу и будет спрашивать, значит ли это, что вот этот вот его план в борьбе с Шойгу состоит как раз именно в том, что ВСУ отобьют Бахмут, и после этого будет смена руководства Министерства обороны. Ну, потому что он же заявил о том, что с первого числа он якобы отводит оттуда свои подразделения. Мы договорились с вами, что он юродивый. Юродивый ничего ни с кого не может спрашивать. Я надеюсь, что наступит момент, когда спросят. Но спросят, я думаю, все-таки другие люди, обладающие большим ресурсом спрашивательного аппарата, нежели пригожим. Потому что он его подрастратил, в том числе благодаря действиям ваших военных специалистов. Его сейчас ресурс военный значительно ниже, чем он был. Но и тот ресурс, который имелся у него изначально, его было недостаточно для того, чтобы диктовать политическую волю. Возможно, в дальнейшем, когда вертикаль власти посыпется в Российской Федерации, то он, как любитель половить рыбку в мутной воде, сможет сыграть свою игру тем небольшим ресурсом, который у него остался. Но сейчас пока что ситуация не в той плоскости. Сегодня заявили о новой попытке прорыва возле границ. В этот раз это случилось в Ростовской области. Со стороны так называемой ДНР. Неизвестный мужчина с возрущаткой пытался прорваться через КПП «Веселая Вознесенка». Скажите, пожалуйста, Григорий, вот этот вот случай, который вот уже в Ростовской области, до этого случая в Белгородской области, что эти прорывы показали, как вы считаете? Мы же с вами договорились с самого начала, что идет украинское наступление. Оно выражается очень разными действиями. Украина – государство, которое ведет национально-освободительную войну против оккупантов. Совершенно логично, что в рамках крупной континентальной войны у Украины есть союзник. Этих союзников много. Часть этих союзников находится на Западе. А часть таких союзников находится вот внутри русского народа. Те люди, которые имеют честь, совесть и мужество, они вот ваши союзники. Часть этих союзников вторгаются с территории Украины, значит, на территорию России для того, чтобы вести вооруженную борьбу против преступного путинского режима. А эти люди более хорошо организованы. А люди, которые менее хорошо организованы, могут действовать иначе, берут на себя личную смелость действовать, может быть, даже в одиночку. Давайте мы вспомним, что были военкоматы, которые горели по территории РФ. Наверное, тоже это действие, которое было направлено на подрыв режима путинского. Такие действия будут нарастать. Таких людей, которые будут брать на себя смелость, будет все больше. Я не то, чтобы сейчас говорю, что я сторонник террористических действий. Я противник терроризма, в принципе. Но мы сейчас с вами обсуждаем власть, которая по своей природе априори является преступной и является властью террористом сама по себе. И, естественно, для того, чтобы эту власть, я имею в виду, путинскую свергнуть, мы не можем прибегать к разъяснительной работе, к работе социологов, психологов, священнослужителей. Мы должны, если мы говорим о том, что мы хотели бы видеть эту власть поверженной, мы должны понимать, что ее поражение может произойти только в результате вооруженной боли. И то, что внутри российского народа есть здоровые силы, которые готовы на эту вооруженную борьбу для достижения восстановления законной власти в России, свободы и независимости, то это можно лишь приветствовать такие помыслы и действия. А можно ли тогда утверждать о том, что вот эти вот прорывы как раз и есть начало, скажем так, свержения путинского режима, которое значит, как смешно? Именно так это и нужно интерпретировать. И потом, смотрите, вот, знаете, мне вот, давайте так, мы не знаем, что там происходит вот сейчас в Белгороде, у нас нет информации, ваш генштаб молчит, они как бы, ну, говорят, мы к этому не имеем отношения, основываться там, основывать свои суждения на том, что говорит там, допустим, российское телевидение, ну, это вообще, я думаю, что невозможно рассматривать источник информации, да. Но давайте попробовать рассуждать от противного, да. Вот российская сторона заявила, что она там уничтожила там X автомобилей, там какое-то количество бронетехники, а где фотографии? Хорошо, где эти подбитые машины сгоревшие, где эти сожжённые танки, где трупы и военнопленные вот эти вот, они куда? Да, испарились, да, вот, теперь, это с одной стороны. С другой стороны, в течение двух суток было несколько взаимоисключающих, ну, как бы заявлений, да, от того, что ничего не происходит, до того, что мы всех победили и всех убили, всех, значит, это. То есть это говорит о том, ведь, понимаете, в демократическом государстве что бы произошло? Выехали бы корреспонденты бы на местность, вот у нас бы в Израиле, что произошло бы? Поехали бы в съёмочные группы с одного канала, с другого канала, там независимые блогеры стали бы снимать, там, получили бы разрешение от армии, и было бы в итоге 20 репортажей, и один с другим бы конкурировал, и мы бы поняли, что происходит на самом деле. Там же такого не происходит, значит, мы можем по старой советской традиции, во-первых, читать между строк, а во-вторых, пытаться вот лоббить их на противоречие. Чётко понятно сейчас, никакой сбалансированной, согласованной позиции они выработать не успели и не смогли, значит, это для них был полный сюрприз. Во-первых. Во-вторых, никакого эффективного противодействия силовыми структурами организовано не было. Если бы такое противодействие было бы, то вторгнувшаяся сторона понесла бы потери, которые были бы продемонстрированы. Вот. Поэтому я здесь склонен всё-таки рассматривать, она, мне кажется, более обоснованной, более соответствующей вот этому фидбику информационному, этому бэкграунду, который вот в СМИ сейчас за последние 2 суток сформировался. То есть я думаю, что да, примерно силами Ротты, усиленной бронетехникой было осуществлено вторжение с территории Украины на территорию России. И судя по тому, что происходит, предприняли это люди, которые являются гражданами Российской Федерации, которые организовали некое боевое подразделение, видимо, с помощью ваших вооруженных сил, являясь как бы союзническим подразделением. И они осуществляют попытку восстановления демократического строя на отдельной территории. При этом силовые структуры путинской власти, видимо, ориентировались, ощутив, что они не в состоянии, у них нет военного ресурса для того, чтобы эффективно противодействовать это ему, достаточно небольшому подразделению. А теперь давайте подумаем так, у нас есть одна Ротта, ну пусть усиленная бронетехника. А есть ли таких Ротт на территории Украины, вот граждан России, допустим, которые в рамках ваших вооруженных сил получили снаряжение, амуницию, там военную технику, а есть ли таких подразделений, там, 10? А есть ли 15? Тут одну Роту они выбить не могут уже двое суток. А есть ли зайдет 10 таких Ротт, да на разных участках, а потом они устроят флешмоб-акцию поднятия, допустим, бело-голубого флага на площади главной, например, в Белгороде, и там все соберутся, скажем. Я хочу посмотреть на доблестных рыцарей плаща и кинжала, на наших доблестных офицеров ФСБ, которые с оружием в руках пойдут умирать за своего, там, царя-батюшка, потому что войск-то там нет, по сути. А придется ли, вот из-за того, что вы говорите, что у них нет ресурса, там, и они не справились, придется ли оголить вот другие участки, например, из фронта, пересылать туда какое-то подкрепление? Если они сочтут для себя, ну, эту ситуацию неприемлемым, и они решат, действительно, эти войска выбивать, конечно, они должны будут проводить, ну, смену, так сказать, приоритетных направлений в концентрации своих войск. Естественно, они же откуда-то эти войска должны будут взять. Вот, ну, большинство российской армии сейчас сконцентрировано на фронте Суфаива, значит, откуда-то эти войска должны будут появиться. После этого случая, кстати, ну, камни, скажем так, посыпались от местных жителей в адрес местного губернатора, а он говорит, что, ну, в свою очередь, больше вопросов к Министерству обороны, снова такие. Так вот, все-таки, это полная ответственность Министерства обороны за то, что случилось? Ну, вообще, вы знаете, в случае, ну, если мы говорим о том, что существует вторжение иностранных вооруженных формирований на территорию государства сопредельного, то, ну, наверное, все-таки это не Министерство обороны, скорее, а вооруженные силы. То есть тут вопросы скорее к Генштабу, нежели к Министерству обороны. Но, опять же, я провожу параллели по израильской модели, кто бы у нас отвечал за это. Министер обороны, он отвечает за то, чтобы армия имела там достаточное количество техники, ресурсов, боеприпасов, оснащения, там, бюджета и так далее. За оперативные действия, за военные действия отвечает Генеральный штаб. То есть тут вопросы к Российской армии, скорее, да. Но если они будут пытаться придать этим действиям, ну, так сказать, умолить их значение, и будут говорить, что речь идет, там, допустим, ну, например, о террористах, да, то вполне возможно они попробуют перебросить ответственность от Генерального штаба уже к Министерству внутренних дел. У нас, допустим, в Израиле занимается Министерство внутренней безопасности. Вот. Так что, ну, тут же вопрос не тот, кто отвечает. Нам же, наверное, мало интересно, кого Путин сошлет в Сибирь как виноватого. Ну, это 20-е дело по важности. Нам интересно другое. Нам интересен факт, что на сегодняшний день с силами роты усиленной танковой вторглись граждане Российской Федерации на свою, там, территорию, да. И вот на отдельном участке этой территории власть продемонстрировала полную свою несостоятельность. У нас там сложился коллапс власти. И, ну, время идет, как бы, да. Вы представьте себе в советские времена, там, ну, при каком-нибудь, там, Хрущеве или Брежье, условно, чтобы такое происходило. Ну, например, с территории Финляндии какие-нибудь там белые мигранты вторглись. Ну, это даже представить такое было невозможно. Вот. А тут мы это наблюдаем. Сейчас уже вторые сутки. И, главное, никакой внятного ответа власть не дает. Да, я это тоже об этом хотела спросить. Помните, когда был прорыв первый раз в Брянскую область? Путин там собирался высов без. Да, а сейчас просто в Кремле заявили о том, что они обеспокоены этой ситуацией. Да, они выразили озабоченность. Они выразили озабоченность, обеспокоенность. Ну, мы тоже выразили озабоченность и обеспокоенность. Видите, мы же тоже ее выражаем. Мы же на эту тему сейчас говорим с вами. Вот они выразили обеспокоенность, и мы выразили обеспокоенность. Мы с вами журналисты, а они говорят, что они хозяева земли русской. У нас немножко разные позиции. Песков заявил о том, что Россия разделяет позиции, о том, что украинский конфликт не должен быть заморожен. Скажите, Григорий, а что наблюдаете вы, учитывая, что последнее время увеличилось количество предложений и по заморозке конфликта, и очень много мирных планов, всяких мирных инициатив появилось? Ну, я просто понимаю, что сейчас произойдет разгром российских вооруженных сил. Полезненный, масштабный, позорный, с последствиями, с интересными военными решениями с вашей стороны. И люди, которые тратили хотя бы крупицу способностей мыслить на территории Российской Федерации, понимают это тоже. Соответственно, они понимают, что это самое время прийти к какими-то переговорным позициям. Пока еще не все карты биты. Потому что через несколько недель, когда будут биты все карты, соответственно, и переговорные позиции будут изначально совершенно другие. Понимаете? Так что, это абсолютно логично. Чем мы ближе к этой решающей фазе контрпоскопления вашего, тем больше будет предложения переговоров. Приборь, а этот разгром остановит Путина или нет? Потому что вот наши военные эксперты, с которыми я общаюсь, они говорят, что это может меня не остановить. Понимаете, в чем дело? Вы все время, ну, вы, я имею в виду, коллективная Украина, вы все время допускаете одну и ту же ошибку. Вам абсолютно не важно, остановит это Путина или не остановит. Вам вообще не должно быть важно, что Путин думает. Это последнее, что должно вас интересовать. Вас должно интересовать другое. Вы должны сформировать реальность, при которой безотносительно намерений Путина все его действия будут обречены на заведомый провал. А это достигается следующим образом. Разгром российской армии, разгром. Все, нету российской армии как инструмента достижения мыслей Путина, его гениальных стратегических планов. Далее, восстановление вашего потенциала, ваших вооруженных сил, доведение до такого уровня, чтобы любые мысли Путина в дальнейшем или любого другого правителя были невозможны к осуществлению по причине несоответствия военного потенциала. Мы в Израиле живем в относительной безопасности не потому, что у наших арабских соседей есть те или иные мысли, а потому, что у нас мощь наших вооруженных сил заставляет этих правителей сидеть в относительной тишине и не предпринимать по отношению к нам агрессивных действий. Вот этого вы должны добиться. Для того, чтобы этого добиться, вам нужно по завершению вот этой фазы конфликта создать такую армию, и у вас для этого сейчас есть все предпосылки, все возможности, чтобы в дальнейшем ни один правитель России или другой страны, там в Турции власть поменяется, в другой какой-нибудь державе сопредельник, не возникло даже помысла покуситься на ваши интересы, на ваши территории и на жизнь ваших стран. Григорий, никто в Украине не сомневается в наших вооруженных силах и в том, что Украина победит. Вопрос в другом, что вот мы побеждаем, мы выходим на границы 1991 года и что? А Путин жив? И вопрос же в том, что если он принимает такие решения, то это же говорит о совершенно его неадекватности. Ну а ресурсы-то человеческие есть, у России есть, и оборонные ресурсы тоже есть. И вот что тогда? Мы же об этом говорим. Ресурсы человеческие, они в данном случае будут носить второстепенно, иметь второстепенное значение. Другие ресурсы материально-технические у него будут лишь сокращаться. То, что он сможет выставить там 10 тысяч танков Т-34, это не должно вас волновать. У вас должны быть силы и средства для того, чтобы эти танки сжечь. Притом сжечь не тогда, когда они пересекли границу, а сжечь, если они только начали концентрироваться на вашей границе. А современных танков они производить не смогут. Ну они не производят их, вы же видите, что этого не происходит. И дальше это будет лишь... То есть Путин, он свое государство похоронит. Дальше будет только хуже. Вот этот вот разброс между техническим отношением вашей армии и армией Российской Федерации, он будет лишь увеличиваться. Но вам для того, чтобы оптимизировать эти преимущества, вам надо сделать очень много работы. Самой разной от того, чтобы научиться идеально использовать эту технику, которую вам предоставляют, до того, чтобы давить на ваших западных партнеров, чтобы техники было там больше все время, да, ее номенклатура и количество увеличивались. И до того, чтобы самим в перспективе научиться подобную или сообразную технику производить своими силами. Вот эти вот все, если действия вы будете совершать, то вы просто добьетесь военного доминирования от Российской Федерации. И не надо мне рассказывать, что вот Россия такая большая, их там больше, поэтому вот у вас... Это полная ерунда. Мы в Израиле с такими категориями мыслей, мы должны были в 1948 году капитулировать, потому что арабских наших оппонентов было всегда больше, там, в десятки раз. И нам, между прочим, не помогал весь мир. А вам сейчас помогают такие передовые страны, как Соединенные Штаты, Великобритания, другие западные партнеры. И вам нужно, вашим политикам, продолжать вот это вот давление политическое, чтобы даже после завершения войны, как бы она ни завершилась, вот эта помощь, она бы все время возрастала. Другое дело, что она должна, там, может быть, видоизмениться, может быть, от прямых поставок нужно перейти к советскому производству или к налаживанию, там, вашей собственной оборонной промышленности при помощи западных технологий, западных, там, консультантов, специалистов и так далее. То есть война не закончится для вас разгромом российской армии. Для вас теперь, благодаря вашим приятным, в кавычках, соседям, вы из самого мирного государства превратились в великую военную державу. Это накладывает и ответственность, в том числе, перед своим народом и накладывает обязательства определенные. И вам придется совершенно, ну, изменить жизнь вашу. И после войны тоже она будет другой. Григорий, завтра состоится очередное заседание в формате «Рамштайн» и в Пентагоне говорят о том, что будет рассматриваться якобы вопрос о поставке F-16. Скажите, пожалуйста, вот можно ли выиграть эту войну без этих истребителей? Я скажу то, что я уже много раз говорил. Значит, вот я приведу примеры. И опять же, я привожу все время эти примеры не для того, чтобы вот показать, какие там мы израильтяне там смелые, какие там, не об этом разговор. Но я просто не могу эти примеры не рассматривать. Вот в 1948 году молодая Голда Мэйр, уроженка города Киев, поехала по просьбе Бен-Гуриона, нашего премьер-министра будущего, который тогда еще не был премьер-министром, потому что государство еще не было создано, мы были на пороге создания государства. Это была весна 1948 года. Она поехала в Соединенные Штаты к американским евреям, богатым. И она сказала, послушайте, мы решили драться. И если придется, мы будем драться палками и камнями. И от вас зависит, чем мы будем драться. Мы будем драться палками или камнями, или мы будем драться оружием. И эти богатые евреи американские пустили слезу, раскошелились и дали большие деньги, на которые частным образом было приобретено определенное количество оружия, потому что на тот момент было тотальное эмбарго на поставки вооружений Израилю. Никто не продавал. Был очень короткий период, когда чехи по разрешению Сталина продали Израилю определенное, очень ограниченное количество тяжелых вооружений, там, самолетов в том числе, неважно. Так вот, к чему я сейчас это говорю? Вы должны победить российскую армию с самолетами или без самолетов. В ШЭФ-16 или без ШЭФ-16. Теперь, конкретно, вот представьте, сейчас ваша армия стоит на пороге активной фазы наступления. Может быть, она начнется завтра, может быть, через месяц. Мы не знаем. Это знает ваш главком, который человек железной выдержки, железной выдержки, у него нервы железные. И он выжидает вот именно в тот момент ударить, когда максимально хлопки будут хлопать, дроны будут бомбить, понимаете, ДРГ будут заходить, военкоматы будут загораться. Вот он ждет, когда вот эта вот кульминация подойдет, когда соберутся все факторы. Но это не будет через полгода, это будет в ближайшее время. А предоставление самолетов, это некий процесс, который он не занимает недели. Речь идет о полностью переформатировании всей системы военно-воздушных сил. Это намного сложнее и масштабнее, чем просто передать несколько или несколько десятков боевых машин. Вам, конечно, нужны будут в перспективе самолеты западного образца. Естественно, без этих самолетов вы не сможете выстроить доминирующую в военном отношении армию в регионе, которую вам придется выстраивать, для того, чтобы это гарантировало вам дальше безопасность. Никакие военные союзы, никакие НАТО, что ничего вам не будет гарантировать безопасность лучше, чем мощь ваших собственных вооруженных сил. Но сейчас вам надо наступать с тем, что есть. Или с тем, что может быть предоставлено очень быстро. Самолеты не могут встать на вооружение вашей армии очень быстро. И вот эти постоянные разговоры про то, что если не будет самолетов, мы не сможем победить, это неправда. Вы сможете победить. Да, вам будет тяжелее, да, вы поднесете больше потерь, но у вас выхода другого нет. Вам необходимы в данной ситуации ракеты, которые смогут взять под огневой контроль весь Крымский остров и ближайший ковы российский войск, то есть ракетное вооружение, которое минимум 300 километров может достигать своего университета. Вам необходимо достаточное количество бронетехники. Она у вас, видимо, есть, насколько я понимаю. И вам необходимы эффективные, и чем больше, чем лучше системы ПВО, которые могут нейтрализовать доминирование в воздухе российской авиации, которая, между прочим, судя по тому, что там у ваших российских там оппонентов просто летный звездопад образовался за последнее время, там нету дня, чтобы что-то там не упало куда-нибудь, так вот это доминирование, мне кажется, оно только вот в пропагандистских осталось передачах там российского телевидения, всяких там соловьев шоу и так далее. Потому что по действию их летчиков я не вижу этого доминирования. Я что-то не припомню, что последний месяц вас, ваших военных кошмарили российские ВВС. Ну, по ряду причин. Во-первых, они огромные потери понесли, а во-вторых, у вас с каждой неделью все эффективнее и эффективнее ваша система ПВО работает. Так что вам придется побеждать тем, что есть. И вам придется громить врага тем, что есть. А слава богу, ваши союзники, даже при том, что вы их критикуете и справедливо критикуете за то, что они предоставляют недостаточно и медленно, однако они вам предоставили очень много помощи, очень много оружия. Если бы не эта помощь, не это оружие, вы бы не остановили летнее наступление России. Хорошо, Григорий, я благодарю вас за интересную беседу. Спасибо вам большое за все ваши ответы, за то, что вы всегда находите и уделяете внимание нашим зрителям. Друзья, я также дякую за увагу и вам. Подписывайтесь, пожалуйста, на Фабрику новин, ставьте нам лайки, пишите в комментариях, кого бы вы хотели бы видеть в наших эфирах. Также у вас есть возможность стать спонсором Фабрики новин. Это можно сделать на нашей YouTube-платформе. Еще раз всем дякую за увагу. Всего наикрачно. До наступного встречи. Григорию. Чекаем нас еще на Фабрице. Дуже вам дякую.